Здравствуйте, это Укрлая Судья Милая Миря, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гейтман». Мы очень рады, что с нами сегодня на связи Юрий Христензен. Юрий, здравствуйте, спасибо огромное, что нашли время поговорить сегодня с нами. Юрий, знаете, вот сейчас есть такая возможность, когда страсти немного поутихли, когда первые пресс-конференции состоялись, когда первые стримы в Ютубе состоялись, и даже когда бывший корреспондент Wall Street Journal, который находился в плену, фактически в тюрьме у Путина, обратился к нему с просьбой об интервью. Это очень интересная история, я хочу сейчас это процитировать, мне кажется, тоже интересно, если бы вы это прокомментировали, что журналист российского бюро The Wall Street Journal, Эван Гершкович, который был освобожден 1 августа, он обратился к Путину с просьбой об интервью, и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил возможности их встречи. Так вот, после того, как все это произошло, состоялось, в Украине тоже была волна каких-то своих взглядов на то, что случилось в мире тоже, среди российской оппозиции тоже, многие тоже отреагировали, начиная от Трампа, который сказал, что можно поздравить Путина, потому что это все ему на руку, заканчивая другими, кто говорит, что наоборот. В общем, настолько разделились мнения, настолько все так живо бурлило и кипело, что теперь самое время, когда страсти немного улеглись, посмотреть так, как вы умеете, спокойно, на то, что же произошло, как вам кажется, и каковы могут быть последствия этого, и, может быть, еще, каковы глубинные причины произошедшим, потому что западные издания назвали вот этот обмен, который состоялся первым большим обменом между Россией и Америкой со времен Холодной войны. Ну, если это так, если это такое знаковое событие, то, наверное, зачем-то это нужно, кому-то это нужно. И кто-то от этого проиграет, кто-то от этого выиграет. Или кто-то просто разложит карты на стол и будет потом использовать эти карты. Не знаю. Извините за такой очень долгий вопрос. Но вот попыталась все, что было, просто туда засунуть. Хорошо, давайте длинный вопрос разделим на коробки. Первое, выпущенное свободное журналист попросил интервью. Второй вопрос – это что вообще произошло? Третий вопрос – глубинные причины. Ну, давайте начнем с первого. Вот вы журналисты. Вот, допустим, вас бы арестовали где-то, просто задержали, обвинили, а потом обвиняют. Вот у вас бы тоже первый эмоции утили. Ну, я думаю, в рамках своей профессиональной деятельности, то есть у вас тоже мог бы стоять вопрос о том, чтобы у организаторов этого обмена взять интервью. Что же все-таки произошло? Ну, то есть это, на мой взгляд, профессиональное переведение журналистов, которое отвязано в эмоциональной части. Что произошло? Ну, мы видели, что в западных странах, не только в США, были задержаны шпионы, наемные убийцы, диверсанты в каком-то количестве. Вот. И в ответ Российской Федерации и Беларуси, кстати, да, потому что наемный убийца был задержан в Берлине, чтобы не скалировать ситуацию, здесь подставили Лукашенко, сын ОКГБ Беларуси. Они арестовали гражданина Германии на территории Беларуси и приговорили его к смертной касте. Для того, чтобы подтолкнуть немецкое правительство, немецкий парламент к обмену. На территории России тоже были задержаны иностранцы, в том числе граждане США, которые никак не похожи были на шпионов и никак не были доказаны. Их шпионские наведения. Плюс были задействованы в этом обмене совсем уже российские граждане, которых им присвоили, конечно, звание иностранных агентов, но к шпионажу я не вижу, как это относится. В названии в этом слово иностранных звучит, но я вижу здесь политическую оппозицию, российскую, как бы вы к ней не относились, но об этом не шпион. То есть это было не симметричное. Таким способом можно набрать кого угодно и обвинять на любых убийц, если вы можете у себя в стране, у вас нет институции, которая гранится, да, нет парламента, нет оппозиции, вы можете любого сдержать, своего, чужого, пытать его. Если там реперинца вторая сторона, пусть по обмену убить, как убили на вами. Да, он же проходил тогда по обмену, поэтому же обмену он проходил. Мы взяли и убили. То есть, ну, если вы будете репериться, если вы не будете отдавать кратику, мы еще кого-нибудь убьем. Мы еще задержим гражданина ФРГ, приговорим его к смерти, и тоже расстреляем в Беларуси. Да, формально это будет не надо. А вот, то есть это, ну, выходит за рамки, как бы, истории советских обменов. Ну, сами обмены они и сегодня родились. Теперь для чего это может быть? Ну, давайте, предыдущий крупный обмен, он был между, скажем так, во времена Горбачева и Рейгана. То есть во времена то, что мы сейчас примем называть перестройка, окончание Холодной войны. Вот, я как бы не берусь, что тот обмен, который просто не похож на обмен середины 80-х, в порядке признаков. Но, может быть, это сигнал Кремля о том, что мы готовы к какой-то разрядке, не тяжело сказать. Может, это сигнал договороспособности, а может, действительно им надо было вытащить агента ГРУ из теорий американских и немецких, вытащить наемного убийца, показать всему миру, попиариться, какие бы молодцы мы своих не бросаем. Может быть, только это. То есть, тяжело сказать. Но, как бы, если по аналогиям, то единственная аналогия, которая, это времена разрядки, времена Горбачева. Это по тем трём вопросам. Теперь, почему, собственно, этот обмен, состоявшийся, не похож на советские обмены? Давайте немножко пройдёмся по истории обменов. Ну, собственно, да, обмена шпионов на шпионов. Ну, человечество со временем, после долгих поколений войн, оно выяснило, что шпионов не обязательно расстреливать, их можно бить. Не обязательно им там отсекать голову. Ланзуйщикам и шпионов. По результатам двух мировых войн вышли Женевские конвенции, в которых, собственно, и расписано, как мы будем менять шпионов. А теперь вспоминаем, в 45-й год Советский Союз и США союзники, принимающие капитуляцию Еленской Германии. Какие шпионы? Граждане США совершенно спокойно работали в Советском Союзе. То есть, США поставляла логлис между, вместе с Лен-Лизом приезжали американские инженеры, которые все это показывали. Сейчас это были бои в районе Нью-Йорка, это было, конечно, до Второй мировой войны, но, тем не менее, откуда взялось название Нью-Йорка было в Донецкой области. Какое было первое название Нью-Йорка, Юзовка, в честь американского бизнесмена. То есть, нормально, Днепр и БКС строили, автомобильные заводы строили, американские инженеры, все было наоборот. Здесь нам нужно перейти вообще к тому, как возникло то, что принято называть Холодной войной. Как союзники стали противниками, стали друг за другом в этой Холодной войне шпионить, и вот появились те шпионы, которых они начали обвинуть. Значит, конец Второй мировой войны, собственно, победители, да, США и союзники США, они предлагают вот это обустройство мира и Европы после Второй мировой войны. Тогда же появляется Международный валютный фонд, Всемитерный банк, План Маршала появляется в Первой и Второй его инкарнации. Советский Союз отказывается во всем этом участвовать, причем американцы не понимают, почему Межсоюзник только что победили Гитлера, давайте вместе, значит, обустраивать вот этот послевоенный мир. И не Советский Союз блокирует участие в этих проектах, оккупированных и в странах, в блоках вот этого восточноевропейских стран. В 1946 год выходит, рекомендую всем почитать, длинная телеграмма Кеннона. Кеннон – это многолетний сотрудник посольства США в Москве. В 1946 году выпускает так называемую длинную телеграмму, с которой, собственно, и принято начинать отсчитывать холодную войну. В этой телеграмме он написывает несколько вещей. Первая вещь он написывает, что Советский Союз, советское руководство, оно потенциально, то есть оно неисправимый экспансионист. Они считают свою коммунистическую идеологию единственно верной, и они обречены на экспансию для того, чтобы это доказать. То есть для того, чтобы навязать другим странам вот эту вот коммунистическую идеологию, оккупированным странам восточной. Развивающимся странам тогда же, как раз после Второй мировой войны, была деколонизация. Советский Союз под флагом деколонизации, то есть Советский Союз как бы как лидер стран, вот то, что сейчас называется, это глобального юга, как лидер антиколониального движения, занимается колонизацией фактически. То есть он поставляет оружие, ненависть и советников. Вот в этот развивающийся мир, чтобы организовать этот блок стран коммунистического развития. Но все это будет после. Давайте сейчас немножко о шпионах. Итак, экспансионистский характер Советского Союза. Раз. Второе. В Западе Советский Союз будет всегда видеть угроз. Западная идеология всегда будет видеть угрозу, потому что есть коммунистическая идеология, которая в результате экспансии должна быть навязана во всем мире. И коммунист должен победить во всем мире. Это никто не скрывал, как будто в интернациональной написанной первой стихе. Вот. И другая привлекательная идеология, которая тоже победила во Второй мировой войне, которая обеспечит права человека в достойном уровне жизни других стран, она является конкурентной. Но Советский Союз, как более слабый, в 1946 году не будет симметрично воевать с Соединёнными Штатами и союзниками, он будет сеять между ними раздрайв, как между самими странами, поддерживать все эти, то, что сейчас называется, анти-евроинтеграционные процессы, партии, политиков. И устраивать раздрайв внутри. То есть то, что сейчас было расследование вмешательства выборов, начиная с 2016 года в США, то есть кривилёвские тролли сеяли раздрайв, пригоженские пролли, в негосударственной формальности. И сейчас они точно так же сеют раздрайв, сеют раздрайв в Европе, и сеют раздрайв в Украине и продолжат сеять. Это как бы такое асимметричное поведение, которое было описано ещё как будущее в телеграмме сотрудника советского посольства, американского посольства в Москве в 1946 году. И тогда же Кеннон предложил что с этим делать. Вот это, собственно, почему это и назвали холмомой войны. Он предложил сдерживание Советского Союза. То есть США и союзники должны проявить решимость, если СССР будет выходить за пределы зоны своего влияния. То есть, грубо говоря, если он будет устраивать засылать Гиркина в ФРГ, допустим. То есть в зоне своего влияния тогда уже поделили, соглашение это был. Мир за влияние, ну да, но за не выходить. И второе, что предложил Кеннон, это, собственно, решить проблемы внутри западных стран и между западными странами. Для того, чтобы Советскому Союзу было сложнее раздувать противоречия. То есть решить эти противоречия внутри у себя. Ну что, началась холодная война, пошли шпионы. В 60-м году на Цвердловском был сбит самолет У-2 американской разведки, американский разведчик, который шпионил за советской язерной программой. Он летал высоко, считалось, что его советское ПВО сбить не может. И он летал несколько лет, пока советское ПВО все-таки его не сбило. Пилот спас, прыгнул на парашюты, был арестован, дали ему 10 лет, отсидел он меньше двух лет. И обменяли его на советского шпиона, резидента в Нью-Йорке, который следил за американской язерной программой, который был арестован, чтобы не попали в 57-м году, то есть на пару лет раньше. И получил 32 года за шпионаж. Это вариант симметричного обмена. США задерживают советского резидента, обвиняют. Он следит за американской язерной программой, обвиняют, и вот дальше он сидит в тюрьме, ждет, пока в Советском Союзе аналогично по уровню, по масштабу не задерживают американского шпиона. После того, как задерживают, еще там какое-то время, полтора года, шли переговоры, и дальше мост между Западным и Восточным Берлином, значит, два черных воронка, значит, с двух сторон моста выходят шпионы, идут на встречу, другу, но, по крайней мере, в Советском кино так отображалось, я думаю, что это близко к истине, вот этого, трагизм, значит, ситуация, обмен шпионов. Значит, это просто пример, были другие обмены, теперь, теперь обмены не шпионов. В 73-м году в Чили происходит военный переворот, там задерживают главу коммуниста Луиса Карвалана, председателя коммунистической партии Чили. Это большой удар по Советскому Союзу, по вот этой его экспансионной политике, потому что это в Южной Америке, как бы, страна, которая была там на социалистическом пути развития, Луика Карвалан, как бы, лидер местных коммунистов, но вдруг, переворот, его арестовывают, тут же всех этих переворотчиков называют хутой, недалеко от истины. А вот, фашистами, значит, Лиски, ну, начинается кампания по всему миру, об освобождении, значит, Луис Карвалана, через несколько лет ему Ленинскую премию мира присваивалась, значит, в Советском Союзе, рассматривается вопрос решения, значит, с помощью спецназа КГБ, которая в эту Чувийскую тюрьму, значит, прилетает, освобождает Луис Карвалана прямо из Советского Союза, но в результате его в 1976 году меняют на Владимира Буковского. Владимир Буковский то, что называется диссидентом. Его, во время одного из обысков, у него находят сочинение о необходимости демократизации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мородицы. Ну, кто может писать в нашей самой демократической стране СССР, где там создана вот эта новая историческая общность, советский народ, самый-самый демократичный в мире, а вот какая еще демократизация в ЛКСС, то есть, вообще, было нападение на все усвои. Буковского признают, арестовывают, признают, его не обменяемо, то есть, психом признают, и начинают то, что называется методом карательной психиатрии, смирительные рубашки, когда он голодает, принудительные камни, кормления, привязывают кровати, пичкают насильно всяким лекарствам, чтобы превратить человека в овощи, то есть, но в Советском Союзе не все людей, которые говорили о демократизации, не все сажали церковь, многие тоже на Водворск, и через методы, через все больницы, через методы карательной психиатрии. Значит, что мы здесь видим? Политически заключенные в Чили, политически заключенные в Советском Союзе. Да, как бы американцы, ну, заключено было соглашение с американцами, с чилицами, американцы уже там договаривались, что Путик скрывал и обе публичные личности за Буковского различные посольства постоянно напоминают, что неплохо выпустят человека. Значит, вот этот диагноз Буковского исследуют западные психиатры, не находят ничего ненормального. Ну, в Утимократизации в ЛКС ненормального. Разве это псих? Ну, то есть тоже происходит обмен, но это обмен, опять же, симметричный. То есть политического заключенного обменивают на политического заключенного. Поехали дальше. Натан Щеранский. Пороженец донецкой еврейской семьи. Покойный, тихий мальчик. Хорошо учился, закончил там физмошколу, физматинститут московский закончил, работал математиком в НИИ нефти и газа. Вот. Решил подать заявление на выезд в Израиль. Его отказали. Пало того, что отказали, его еще уволили с должности инженера математика в его НИИ. А вот подрабатывал репетитор для поступления в московские вузы, готовил физику математика. А вот. И дальше начинает вот инициатор создания московско-хельсинской группы, говорит о правах человека, говорит о запрете до выезда СССР, помогает другим выехать. Ну вот. То есть человек начинает вот его работал с спокойной математикой. Выпустили бы в Израиль, не знали бы никакого боя. Не выпустили. А вот. Его арестовывают. Его арестовывают. Дальше его обвиняют в измене родины, в шпионаже. То есть то, что сейчас называется иностранным агентом, тогда это было, значит, измена родины. Измена родины заключалась в том, что, допустим, он передал на Запад списки преследованных Советскому Союзу людей. Прямо в обвинении было, что он просил западные правительства, через западных журналистов, повлиять на СССР, чтобы, значит, освободить людников совести, не преследовать свободу слова, права человека. То есть это была измена родины. Ему там тоже дали срок, он опять же там голодал. То есть о нем просили все посольства. и его договариваются об обмене, меняя Щеранского. Он формально шпион измены родины, это тоже самый шканаж. Но он не шпион с точки зрения спецслужб. То есть это просто политическое обвинение, которое в данном случае маскируется под иностранных агентов. Он летит в Тюрих и там его меняют действительно на агентов советской резидуры в западных странах. Формально там были не только советские агенты, но и чешские. Но это была одна разведка насилия. То есть мы видим политического заключенного, обвиняют в том, что он иностранный агент и дальше меняют на реальных агентов, на реальных шпионов, на реальных диверсатов. Вот. Вчеранский едет в Израиль, становится членом КНЕС, министром в правительстве. то есть такой человек, я же говорю, сидел тихий математик, никого не трогал вне нефти и газа. Сделали из него с помощью репрессии сделали из человека такого диссидента. Так, то есть мы уже видим, начинается несимметричная пена. Но это еще несимметричная обмена. То есть Щеранского не специально арестовали для того, чтобы на агентов поменять советские западные страны. Ну, то есть просто он медийный персонаж, да, то есть западные политики при встрече с советскими лидерами, говорят, у вас такой Щеранский, он, значит, голодает в тюрьме, вы его насильно держите, вы его обвиняете за то, что он нашим журналистам передал список преследуемых за свободу слова, просит, чтобы мы на вас повлияли, чтобы, значит, политические свободы в Советском Союзе не ущемлялись, он за это сидит, ну, давайте его отпускать. Десятый год, то есть смотрите, вот видите, как оно из симметричных обменов, оно переходит через несимметричную, но пока еще специально не организован. Десятый год, это вот 2010-е, это тоже знаковое событие, тогдашний пистолет держатель, держатель кресла Дмитрий Медведев подписывает указ об освобождении четырех агентов западной спецслужб, которые содержатся в российских тюрьмах. Это происходит сразу же после того, как в США задерживают 10, по-моему, агентов российской разведки. Вот, эти четырех отправляют на том же мосту между западным и восточным Берлина. Значит, эти 10 арестованных российских агентов идут, значит, в эту сторону, значит, арестованные пребывающие в тюрьме агенты западной спецслужбы идут туда. Среди агентов был, может быть, вы знаете такой Сергей Стрибанов. Конечно. Вот он был помилован Дмитрием Медведевым и освобожден в 2010-м году. Уехал в Лондон, помилован и освобожден наобмененный агент, где его через какое-то время пытаются, ну, не пытаются, они его травят, его просто спасают британской медициной, которая вовремя определяет, чем его травить. Значит, это знаковый момент с точки зрения чего? Изначально симметричный обмен, он может быть не симметричен по количеству, то есть 4 на 10, но такое бывает. Но это шпионов меняли на шпионов. А дальше происходит нарушение негласных правил между спецслужбами, когда уже помиланного обмененного освобожденного шпиона едут в Лондон и там травят нервополитическим короче, травят нервно-паралитическим газом. Да, из лаборатории ядов вот этим вот новичком, которые, опять же, Советский Союз и Россия обязались и якобы уничтожили. А вот, это тоже знаковое событие. Чуть-чуть идем дальше по истории. 14-й год, начало агрессии Кремля против Украины. Тогда это еще агрессия была не признана. Если помните, в Крыму были по словам российского президента местные силы самообороны, а на Донбассе были, значит, шахтеры-драктористы местные, которые против украинской фунты решили, значит, восстать и сопротивляться. Но поскольку в Кремлении знали, что там как минимум не только шахтеры-драктористы, там и агентура, в том числе игрушники просто, кадровые российские военнослужащие, и что рано или поздно их задержат, ему нужен был обменный фонд. И здесь уже мы видим, как у этого обменного фонда ему создается ценность для обменов. Вспоминаем Савченко, вспоминаем Сенцова. Замечательные, храбрые люди, они сопротивлялись к плену, они голодали. Но сейчас в Российской Федерации в заключении находится большое количество граждан Украины, среди которых тоже есть замечательные люди, которые сопротивляются и которые могут не оголодать. Но об этом мы узнаем потом. Сейчас мы об этом не узнаем, потому что Кремлю не нужно создавать ценности этому обменному фонду. Наоборот, максимально это замалчивается, чтобы вопрос обмена не вставал. А тогда по обмену фонду было меньше у Кремля, хотя они набирали на первой территории, они набирали людей, которых можно было обменять. Но они создавали вот эту ценность. Вспоминаем Луису Кармалану, присваивая Ленинскую премию мира. Вот он становится, он заходит в этот обмен у него появляется какая-то цена. Цена на рекламируемый товар, она выше, чем цена на такого же класса товар, которым никто не знает. Как Сникерсы рекламируют, так же и обменные фонд службы рекламируют. Савченко меняют на двух брушников, которых, я говорю, рано или поздно в Кремляр прекрасно знали, но не первая война, официально только 40-го. Тогда это была 39-я война. Ну, правда, признали, они ее уже в 23-м году, в апреле. А вот, создается вот этот обменный фонд, и он работает, мы все это слышали. Но здесь я хочу обратить внимание людей, наших слушателей, на то, что и сейчас, если мы не слышим, это не значит, что нет в российских тюрьмах пытаемых граждан Украины, сопротивляющихся граждан Украины. Это не значит, что там о них не надо думать, вопрос не надо поднимать. Но нас больше интересует политика Кремля, как он манипулирует информационной повесткой. Когда надо, он о своих заключенных говорит, рассказывает, показывает, значит, информационные повестки, подсвечивает. А когда ему это не надо, он наоборот, он их может убивать, как веленовке, десятками, тоже объединять Украину и дальше не подсвечивать это хозяйство. Ну и последний обмен, мы уже видим, ну, совершенно синтетические вещи, когда просто додавливают именно, потому что, ну, американцы, как американцы, они с 60-х годов, если не раньше, они меняли своих шпионов на советских шпионов, и, как бы, они к этому делали народ привычный. Но немцы, которые задержали в центре Берлина, вообще, говоря, города, непривыкши к тому, что к ним приезжают диверсаты, закончившие бывшие курсы КГБ, положить спецкурсы диверсатов, что к ним присылают правительство другой страны наемного убийцу, он там в центре Берлина убивает, его задерживают, арестовывают, дают ему, не помню, какой ему срок, пожизненный, непожизненный. А вот, а потом они его должны отдавать, чтобы тот, кто его посылал, вот этот бояринопреступник Шпионова, встречал, значит, обнимал жаробуху в аэропорту. Для немцев это было шок, но, я же говорю, здесь совершенно синтетическими вещами никто не ждал, пока попадется немецкий агент, значит, в России или в Москве. То есть, первого встречного немца арестовывают в Беларуси, выдвигают его совершенно в судное обвинение, приговорят о смерти казни и куда Каслер делаться. Не особо выбор. Каслер говорит о Навальном, Навального убивают, говорят, мы оставили его убьем, вообще никого не поменяйте. А вы все равно поменяете, но мы задержим следующее. Вот это примерно об обмене то, что я хотела сказать. Тут же многие заговорили о том, что теперь это прецедент и можно продолжать это делать как угодно, задерживать любых людей на улице, вплоть до того, что на улице это делать и потом просто обменивать их. Это вот как бы одна история, как бы вы ее прокомментировали. Ну, абсолютно правильно. Я же говорю, если вначале существовали какие-то правила обмена, еще раз, задерживают в штатах советского шпиона. Он ждет, пока другого шпиона не собьют, грубо говоря, на Свердловском, он не спасется на парашюте, его арестуют, ему дадут срок. Но шпион, действительно шпион. И дальше башь на башь меняет. То есть мы видим, что сейчас при этом обмене ничего не работает. Вообще ничего не работает. То есть идет грубая сила, грубый шантаж, совершенно в террористических таких понятиях, без даже, ну, у спецслужб мало есть система ограничений. Но какие-то негласные правила там все-таки раньше соблюдались во время холода. Сейчас мы видим, что даже эти правила не соблюдаются. Считаете ли вы, что Запад, который пошел на такой обмен, сыграл по правилам Путина? И насколько это важно? Или не важно? Да, безусловно. Дальше идем к телеграмме Кеннона, то есть советская руководство, кремлевская, давайте так. Кремле будут проявлять экспансию, будут стараться расширить свой контроль на куда дотянутся от глобального юга до высших советских стран. Если мы вспомним взаимные президенты Российской Федерации в предвоенном 21-м году, в конце 21-го года, то мы говорим вообще, говоря, ни много ни мало о том, что НАТО должно вывести свой контингент за границу 1997-го года. То есть вся Восточная Европа, весь вот этот Варшавский договор, он будет Кремлем. Это заявление намерено. То есть Кремль намерен восстанавливать свой контроль за странами Восточной Европы. Как он восстанавливает в Украине, как он это делает? В Грузии видели, в Поповии видели, где только не видели, как в Сирии. То есть как это происходит. И еще одно заявление, что Запад всегда, сколько бы они ни говорили о разрядке, там Рига не встречался с Горбачевым, перестройка не входила, значит, в лексикон западных журналистов, они всегда будут видеть западный способ безжизни, политических свобод, они будут видеть угрозу, они будут стараться сеять раздражение на Западе, как между странами, так внутри, и они понимают силы, ничего, кроме силы, и дальше Геннон говорит очень важную вещь, но они достаточно гибкие, когда они видят эту силу, они отступают, они не лезут на рожон. Тогда, если можно, как вы думаете, почему Запад пошел на такие шаги? Кроме, вот я понимаю, тут есть жизни людей, их судьбы, это одна история. Другая история, это все политические расклады, а они всегда, наверное, имеют значение вот в подобных вещах. Почему тогда? Вы же сами ответили на свой вопрос. Есть живые люди, Херанский, Буковский, Яшин, этот несчастный, этот задержанный журналист, который, если это пришли на журналист, то вышел к этим, к этим, к этим, к этим, к этим, и к жизни, ну, что, когда Израиль спасает свои заложники, когда он даже за тело мертвого и за оцианина выпускает из тюрьмы. И да, террористы этим постоянно пользуются. То есть сейчас идет речь о том, что Кремль использует не негласные, не женевские конвенции о победе над чемпионами, а он использует просто террористические методы. А западные страны, ну, насколько я вижу, они не готовы сейчас демонстрировать ту самую силу. Это первое. А второе, они не готовы признать, допустим, что Украина не является зоной влияния. А Рушакин, он говорил, что запад должен демонстрировать силу, если Кремль выйдет за сферу своего влияния. То есть внутри вот этих границ до 97-го года до 97-го Кремль мог сделать все что угодно. При выходе за этой границей и сейчас президент США повторяет то же самое. что мы не надеуем там-то вот эти вот границы и не отойдем там, где сейчас сфера влияния. Ну, вот так вот, еще не вышли за понимание сферы влияния. Еще Украина не стала в головах западных потребителей информации, она не стала отдельным государством. Я более в нулевых стажировался на Тайване и там про Украину никто не знал. нас называли эти ребята из России. Я пытался объяснить, что Одесса не Россия, это Украина, но мне главный дженер сказал, здесь это никто не знает. Россия знает, это большая страна, где много снега, по улицам ходят белые медведи и они, значит, ну не белые, а просто медведи и они пьют водку. Вот по знаниям как бы. И, ну, так оно и есть. Я не думаю, что средний гражданин США начинает Украину на карте даже после стольких лет войны, нескольких лет по-моему, штабной войны. Ну, то, что нам надо менять, в том числе и... Теперь же ключевой вопрос, который тоже очень активно обсуждался. Означает ли этот обмен? Что готовятся какие-то переговоры или идут какие-то переговоры между Штатами и Россией? Вы тоже вначале сказали, что вот готовность и договороспособность Путин мог показать в начале интервью об этом сказали. Но, тем не менее, вот считаете ли вы, что это каким-то образом может быть связано? Смотрите, переговоры между Кремлем и Вашингтоном шли всегда во время Холодной войны в том числе. Вот. То есть, означает ли это, что идут переговоры? Нет, не означает, но это и не означает, что переговоры не идут. Переговоры шли всегда. При всем, при том, что в Кремле пытаются показать свою неадекватность, а вот тот самый президент Российской Федерации, экс-президент, который освобождал скрипаля подписывал указ, он вообще фургу пишет в соцсетях. Это не означает, что Кремль не договор способен. Черт, там, где Запад готов продемонстрировать силу, Кремль совершенно адекватно себя ведет. Там, где можно что-то асимметричными вот этими методами отжать у Запада, Кремль тоже всегда стремится сделать, не упуская момент. Но, какие-то далеко идущих, я бы сейчас, ну, хотя бы потому, что в США сейчас президентский выбор, а за внешнюю политику Соединенных Штатов отвечают администрацию президента, Газдеп, Белый Дом и какая администрация будет в следующем году, мы не знаем, то есть, а какие переговоры, кроме вот таких заявлений о намерениях вот этих гуманитарных может идти речь. То есть, ну, это никаких конкретных выводов новых я бы не делал. Кремль, да, мы распособим там, где он видит силу, либо там, где он видит свой интерес, либо там, где он видит возможность шантажа. Сейчас он увидел, использовал возможность шантажа чужой, освободил на нем новую убийцу. Теперь следующий аспект обмена, о котором тоже очень многие говорили, что вот российские политзаключения, которые сейчас вышли, они будут призывать к миру любой ценой, и еще фраза, которая всех обеспокоила здесь в Украине, это то, что они сказали, что Путин отдельно, а русский народ отдельно, и как бы надо наказать только тирана, и не применять санкции к россиянам. Это такая фраза, которая не нравится украинцам, мягко говоря, да, и мы считаем ее несправедливой, по ряду причин, нам просто интересно, как вот верить. Первая вещь, российская тюрьма, она не то место, где есть нормальный доступ в средства массовой информации, то есть люди выбывают, вот представьте, что вы выбыли из повестки на, допустим, полтора года, и вот вы снова попали, да, но вы не знаете, что происходило полтора года, либо наоборот знаете из программы «Время» или что они там показывают на «Россия-24» в этих российских тюрьмах. Это первое. Второе, вспоминайте, когда Савченко вышла из тюрьмы, все время пропагандисты подсвечивали и общество тоже подсвечивало, потому что она тогда вышла медийная, медийным таким человеком. Все, что она говорила, ну она все-таки, ну она не политика, а просто патриот Украины, то есть ну это обычный человек. И все, что она говорила, очень часто подсвечивалось либо переиначивалось то, что можно было какой-нибудь глупостью назвать. То есть, ну, добавляет сейчас все тролли у них прямо в темниках написано. Если он скажет что-то, а он за полтора года, за год, за два года, за месяц даже нахождения в тюрьме, он оторвал на текущей информационной повестке. Скажет какую-то глупость, вот, скажет что-то, что может повлиять на аудиторию, все, дальше все тролли во всех соцсетях, миллионы записей будут, все СМИ будут. И мы будем радостно в этом участвовать, потому что, опять же, для нас это информационная повестка. Но здесь я бы тоже не переоценивал ситуацию. Сейчас, вы часто слышите Савченко информационную повестку, что он что-то не то сказал. у него вообще нет информационной повестки. И вот этих людей информационная повестка сейчас так быстро меняется, что через 2-3 недели уже никто об этом обмене говорит не будет, никто не будет обсуждать заявления этих политиков. Они, там, действительно, из политики. Если они зайдут в политику, знакомятся с текущей информационной повесткой, сделают какие-то политические выводы, ну, они продолжат быть политиками. Если не сделают, они выходят из политики. Я надеюсь на первое, просто, ну, там, незаврядно достаточно люди, которые со всех стран постараются как-нибудь. И теперь последний вопрос. Как вы думаете, почему Путин выпустил, ну, фактически оппозиционных политиков, которые, если они приедут, там, я не знаю, какие-то западные страны, будут вести деятельность, направленную против того же самого Путина? В чем здесь игра? В чем здесь позиция? В чем здесь интерес? Давайте так. Кто из этих политиков оппозиционных российских собирал, выводил людей на площадь? Ну, может быть, Караморзу, ну, кого? Вот скажите, кто мог вывезти людей на площадь в Москве? Десятки, сотни тысяч. То есть, они говорили правильные вещи. Ну, кто? Я могу сказать, из тех российских политиков, которые выводили людей, был Ницо, где он сейчас? И был Навальд. Которого сразу убили, да, и Навальд. волноват. Это те люди, которые могли вывезти людей на площадь. Ну, вот вам ответ на этот вопрос. Все, что они там будут говорить за рубежом, эти иностранные легенды, это шпионы НАТО. Говорите. Говорите, главное, чтобы люди не выходили на площадь. Юрий, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами, очень вам за это признательно. Спасибо огромное. Спасибо. Юрий Христензен был сегодня нашим гостем, за что мы им очень признательны. Конечно, благодарны вам, наши спонсоры на платформе Патреон и Ютуб. Оставайтесь с нами. Спасибо.